Всем привет-привет! Вы на канале Хочешь быть счастливой? Выращивать это. Сегодня мы поговорим опять про петуню. Очень много вопросов, что и как. И я сегодня буду как раз пересаживать петуню в кашпо и вам покажу. Я купила вот такое кашпо на 4,7 литров. Конечно, для петуни это маловато, но я хочу, чтобы у меня были круглые шарики и висели на террасе. Ну так, начнем с грунта. Первый вопрос был, какой приготовить грунт. Так как я буду вешать в кашпо, я постараюсь сделать грунт довольно-таки легкий. Для этого я взяла обычный универсальный грунт и, естественно, вермикулит с перлитом. Готовим с вами грунт. Вот я взяла универсальный грунт и буду добавлять вермикулит с перлитом, ну где-то процентов 10. Это у нас вермикулит. Ой, многовато вермикулит. И все с вами перемешиваем. Вот такой вот рыхлый грунт у нас с вами получился. Такой я грунт делаю только для кашпо. Если я сажаю в кашпо, который у меня будет стоять на полу, то я еще добавляю обычную землю с огорода. Заполняем с вами кашпо. Посажу сейчас вот эту петунь. Заполнили кашпо и вытаскиваем петунь из стаканчика. Вот такая вот хорошая корневая система. Я половину уберу. Вот так вот. И просто засунем с вами в кашпо. Все, петунь наша посажена. Добавим земли, если не хватает. И полью его обычной водой. А дней через пять я подкормлю его азотными удобрениями. У многих петунья маленькая. Маленькая-маленькая. Не наросла. У меня тоже есть такая петунья. Вот она. Тоже есть вот такая маленькая петунья. И она тоже подрастет. Уже вопрос, успеет ли она подрасти. Конечно, успеет она подрасти. Будем с вами ее кормить. И будет она красивая. Буквально недели две-три она нарастет. Петунья вообще очень быстро растет. Сейчас посмотрим, какая здесь корневая. Вот такая вот хорошая корневая. Еще задают вопрос, нужно ли удалять цветонос. Если у вас хорошая вот такая вегетативная масса, зеленая, то можно цветонос не удалять. Прекрасно петунья подрастет. Нарастет и будет свисти. Поэтому я не буду ничего. У меня здесь цветочка нет удалять. Чем я кормлю петунь? Специально для петунь что-то я не покупаю. Дорогие удобрения я тоже не покупаю, потому что у меня очень много петунь. И не вижу, в принципе, в этом смысла. Я буду подкармливать обычные мочевины и монофосфат калия. Монофосфат калия очень хорошее удобрение. Там есть и фосфор, и калия то, что нужно. После высадки, дней через пять я подкармливаю мочевины. Подкармливаю я с каждым поливом. Это одна чайная ложка на 10 литров воды. И с каждым поливом я подкармливаю. Все лето. Сегодня, допустим, мочевины, завтра монофосфат калия. После завтра мочевины, потом опять монофосфат калия. И так вот все лето я буду ее подкармливать. Петунья очень любит большие объемы. Вот это вот 4,7 литра. Я по своему опыту скажу, что это немного. И что я хочу сделать? Когда она нарастет, я буду видеть. По питоне будет видно то, что ей мало. Мало объема. Я ее опять вытащу отсюда. Уберу половину корней. Заполню горшочек землей. И обратно повешу. И будет она дальше расти. Продолжение следует.